Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана и сегодня у нас небольшая экскурсия по нашему взрослому винограднику. На календаре у нас 24 мая. Виноградник наш расположен в Дзержинском районе Минской области. На самом деле я не планировала снимать это видео, но сегодня, приехав на наш второй участок, на наш старый участок, я обнаружила первое цветение. Вот у нас зацветает мукузани, но, конечно же, решила с вами этим поделиться. Ну и как раз-таки видно два виноградника в сравнении. Вот здесь у нас в основном побеги мукузани, уже достаточно большие, где-то сантиметров по 80. Я показала, началось цветение. И в этом сезоне вот этот дачный виноградник, несмотря на то, что здесь холоднее, здесь был больше мороз на 8-9 мая, тем не менее, вот этот виноградник опережает виноградник деревенский, хотя прошлые сезоны было наоборот. Единственное, кто здесь отстает и заметно отстает, это Пинануар. Здесь у нас пристенок русский ранний, но, как видите, уже до даже четвертой проволоки кое-какие побеги доросли. То есть они уже больше метра. Здесь у нас Мадонна, но требуется еще окончательная проломка. Повторю, я только приехала, чтобы навести здесь порядок. Очень активно идет в рост Аркадия. Прямо на глазах растут побеги тоже все достаточно большие. Здесь у нас вместе Ландоннуар с Юпитером. Вот надо все это разобрать, подвязать аккуратненько. Вот это у нас Зилга. И она тоже вот-вот зацветила. Вот куст молодой, мы ее перемещали в другое место. Но видно, мы уже знаем, что вот-вот буквально день-два и раскроются колпачки. Вот это у нас Цимус. На него хотела бы обратить особое внимание. Цимус в прошлом сезоне сильно подмерз и сильно сжировал. И смотрите, вот это мы видим сейчас плодоносящие побеги на жирующих побегах. Вот, это был зеленый побег. Я его укладывала в горизонт и были пасынки. И смотрите, на всех пасынках вот у нас зеленые побеги и они все с гроздочками. Ну, в общем-то, после зимы проснулись очень даже хорошо. Немножко я здесь проломала, но сильно не усердствовала. А вот на той плоскости тоже сжирующий побег был в прошлом году. Вот он. Ну, тоже вот где-то, смотрите, на пасынке у нас есть побежки. Кстати, вот один. А нет, тоже плодоносный. Просто маленькая гроздочка сверху. И вот мы видим тоже плодоносные побеги из основной почки, да, на основной лазе. Также, смотрите, была короткая обрезка вот здесь, да. И тоже здесь мы все видим с гроздочкой. Вообще, чем хорош цимус, что в случае чего он и на пасынках плодоносит, и, в принципе, пасынковый урожай даже может успевать вызревать. Ну, вот тоже в другую сторону был тоже сжирующий побег. Но уже не на пасынках, а из основных почек тоже идут вот такие хорошие, мощные плодоносные побеги. И, в общем-то, это я показываю вот в том числе и для тех, у кого в этом сезоне пострадал виноградник, чтобы вы не отчаивались. На самом деле, за сезон можно привести куст в порядок. В следующем году получить урожай нормальный. Ну, можно даже кое-что получить и в этом. Вот это у нас ромбик. В прошлом году из-за заморозков вот получил морозобойну на рукаве. Тем не менее, смотрим, там у нас абсолютно нормальные побеги. Да, он пока что не прет сильно, можно еще немножко проломать, но до первой проволоки почти все доросло. Для сравнения показываю вторую плоскость. Да, здесь примерно побеги те же самые. То есть, в принципе, не всегда нужно менять рукава. Да, конечно, мы замену будем делать, но тем не менее, можно и вот на таких рукавах с морозобойным вполне себе получать урожай. Уж точно не надо бояться там каких-то зарезов, смотрите. Вот пенечек, вот пенечек, да, ну и что. И все здесь нормально. Здесь у нас супага лепс на побеги. Тоже вполне такие неплохие, уже давно требуют подвязки. Эта часть у нас Мария Магдалена и Академик. Тоже хорошо растут. Сеня, ну, как всегда, один из лидеров. Побеги почти по метру. Здесь же рядом очень хорошо растут зигирипы. Хотя он слаборослик, но видите, он дает такие большие, крупные побеги. И да, трава у нас пока не скошена. Да, у нас виноград растет без задержнений. Да, трава уже высокая. Но для того, чтобы ее покосить, нужно время. Будет время, значит, скошим. Здесь Байконур-Преображение. Тоже, в общем-то, побеги уже довольно большие. Аладдин. Раньше он на беседке был вместе с Запорожским. Но мы Запорожский убрали. Не убрали нас совсем. Он просто переехал на второй участок. А здесь мы все вот это место решили отдать Аладдину, чтобы ему было свободнее и нам было тоже немножко проще. Тепличка. Вот это мускат изюмский на прививке. Будет плодоносить. Тоже видно, что вот-вот он зацветет. Здесь у нас Антоний Великий. Тоже он побеги чуть ли не по полтора метра. Вот его часть. И вот там дальше в углу. Огромный. Тоже все надо подвязывать. Но тоже вот-вот он зацветет. Это прям уже видно. Там у нас тоже прививочки. Гран-3, минор. Надо будет еще немножко проломать. Ну да, все требует подвязки и ухода. Вот как-то так получилось, что сезон наступил очень быстро. Работы много, работы прибавляется. Но это приятные хлопоты, которые в дальнейшем дадут свой результат. И да, так рано у нас еще никто не зацветал. Рекорд был в прошлом году, когда 31 мая зацвел Велиант. Ну вот этот рекорд в этом сезоне побил муку Заня. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и наград. Наши контакты. И до новых встреч. До новых встреч.